Царева приговорили к 12 годам тюрьмы. Шевченковский райсуд Киева огласил приговор бывшему народному депутату Украины и кандидату в президенты Олегу Цареву. Его осудили на 12 лет тюрьмы. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на судебный репортер. Царев критиковал события Майдана и называл новую власть нелегитимной. Настаивал на необходимости предоставления русскому языку статуса государственного, а также пропагандировал идею децентрализации власти вплоть до создания Федеративной Республики Новороссия. Куда войдут Донецкая, Луганская, Харьковская, Херсонская, Одесская, Запорожская области, говорится в сообщении. Речь идет о высказываниях Царева во время президентской избирательной кампании в апреле-мая 2014 года, в частности, в эфире общественного телевидения «Россия-24» и российского Первого канала. Политик был признан виновным по Че-2 СТ, 110 и Че-3 СТ, 109 УК Украины, то есть в публичных призывах к умышленным действиям селу целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией, а также в публичных призывах к насильственному изменению и свержению конституционного строя с использованием средств массовой информации. В числе доказательств показания двух бывших госохранников, сопровождавших Царева во время перевыборной кампании 2014 года, а также видеозаписи программ с участием политика и их расшифровки и лингвистические экспертизы, пишет издание, как сообщалось. Напомним, дело по обвинению Царева в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины находилось в суде с 2017 года. Царев был нардепом от партии регионов, после Майдана 2014 года пытался баллотироваться на пост президента Украины, но снял кандидатуру и открыто выступил за референдумы в Донецкой и Луганской областях. Позже объявил себя спикером парламента Новороссии. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.